1 сентября – день, который с опасением ждали на рынке. Аналитики прогнозировали повышенную волатильность, и многие эксперты рассуждали о высокой вероятности краха мировой экономики. Сегодня официально вступили в силу повышенные торговые пошлины Соединенных Штатов, направленные против КНР. Но и в Китае также начали облагаться пошлинами американские товары. Итак, как именно встретили нововведения трейдеры в очередном информационном выпуске новостей на канале ИнстаФорекс ТВ. Сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых отношений, которые со временем становятся более жесткими путем усиления протекционизма, давят на рынок нефти. Перспектива снижения мирового спроса может вызвать рыночный дисбаланс в сторону избытка энергоресурсов. Соответственно, цена на нефть марки Brent сохраняет позицию в рамках прежнего торгового диапазона между уровнями 58,5 и 61,5 доллара за баррель. После пятничного падения к отметке 58,80 доллара. Более резкое снижение может спровоцировать закрытие длинных спекулятивных позиций и движение в зону 54,55 долларов за баррель. От падения котировки нефти удерживаются благодаря позитивной статистике из Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе неожиданно зафиксировал положительную динамику. Напомним, значение индекса выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте, ниже о падении в секторе. И вот августовский показатель поднялся с уровня 49,9 до 50,4 пункта. Дополнительную поддержку котировкам нефти оказали данные по количеству буровых в США. Девятый месяц подряд здесь отмечается снижение буровой активности. Об этом в пятницу сообщили эксперты компании Бекерхьюз. Отчет показал снижение количества активных буровых на 12 единиц до 742 установок. Учитывая настроение нефтетрейдеров, стоит отметить и то, что в пятницу 30 августа индекс доллара обновил локальный максимум, что отрицательно сказалось на сырьевых рынках. Котируемая в долларах нефть также оказалась под повышенным давлением. Укрепление позиций доллара вследствие отсутствия аппетита к риску в условиях перспективы ухудшения состояния мировой экономики. В крайне невыгодном положении валюты сегмента развивающегося рынка только лишь тайский бат оказался в плюсе, демонстрируя свою изоляцию от вопроса торговых отношений Китая. Рубль же застрял в боковике вблизи уровней начала года в диапазоне 66.60 и 66.80. В течение августа рубль потерял около 5% к доллару, выйдя из стройки лидеров рынка Форекс. Локальный рынок в ближайшее время будет сосредоточен на пятничном совете директоров Центрального банка России с последующей пресс-конференцией главы Центробанка. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова